Дорогие друзья, здравствуйте! Весна входит в свои права по всему миру. Надеюсь, эта весна будет доброй, позитивной и принесет много приятных эмоций, больше приятных, чем приносили последние времена года в нашей жизни. Меня зовут Филипп Березин, мы начинаем очередной вебинар портала Приан. Наша тема сегодня Кипр и моя собеседница Анастасия Яния, руководитель SEO, там много должностей Сотбис Интернешнл Риэлти, Сайпрос Сотбис Интернешнл Риэлти. Сразу скажу, традиционно у нас, конечно, есть чат, он работает. И у нас есть презентация, она большая, интересная, мы в каком-то смысле будем от нее отталкиваться, но большое число вопросов, которые пришло нам до вебинара, показывает, что, в общем-то, темы, которые интересуют, они не ограничиваются презентацией, сколько бы подробно интересной она ни была. Поэтому мы с Анастасией договорились, что будем строить нашу беседу на основании, безусловно, каких-то основных базовых тем, но, тем не менее, в свободном режиме, а презентацию при необходимости Анастасия всем желающим вышлет, контакты Анастасии, я думаю, вы в чате сейчас увидите и, соответственно, сможете связаться с ней напрямую традиционно по завершении вебинар. Анастасия, ну, в двух словах, вот, вы представляете международную компанию, на вы или потом, если что, перейдем на ты, как обычно общаемся, но компанию международную, вопрос такой, международная, это вы сейчас с кем работаете? То есть, кто сейчас едет на Кипр в первую очередь? Ну, во-первых, добрый день, дорогие друзья! Действительно, наверное, первые дни весны, тем более, приятно поговорить о Кипре, потому что у нас весна уже пришла, у нас всё цветёт, цветёт миндаль, солнце светит, то есть, конечно же, ощущения весны непередаваемые, и я этим тоже ощущением хотела бы с вами поделиться. Но, конечно, самое главное, что мы сегодня хотели обсудить, и мы с Филиппом работаем давно, очень уважаю этот портал, очень, то есть, это прямо источник таких знаний для всех, и мы действительно хотели использовать эту возможность больше, как такой живой разговор о тех вопросах, которые интересуют всех людей, которые думают о покупке или о переезде, или об аренде не только кипрской недвижимости. Ну, конечно, сегодня будем больше говорить про Кипр, но, наверное, эти вопросы касаются вообще, как бы, всех людей, которые сейчас нашли время и присутствуют на нашем вебинаре. И, наверное, ещё самое важное, что я хочу сказать, даже до того, как начну говорить про международную кампанию и так далее, просто, что я сама переехала на Кипр уже, даже страшно сказать, уже 24 года назад. И 23 года я живу, 24 года я живу на Кипре, а 23 года я работаю в недвижимости на Кипре. То есть, наверное, у меня как раз такой хороший опыт и жизненный, то есть, я живу здесь, у меня переехали родители, у меня родились дети, плюс я веду бизнес, то есть, такое общее, поэтому в вопросах в чате, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, потому что, действительно, давайте сделаем это такой прямо жизненной-жизненной дискуссией. Так что, ещё раз благодарю и теперь отвечу на вопрос. Очень интересный вопрос, потому что Кипр вообще всегда привлекал разные национальности. То есть, Кипр – это такой уникальный остров, который просто, у него есть даже такие фазы, да, то есть, там, русскоязычная фаза, арабская фаза, английская фаза, китайская фаза, то есть, это, так сказать, такие прямо доминирующие национальности. Но одновременно с этим всегда есть интерес из многих стран. К примеру, когда я подводила итоги прошлого года, в прошлом году мы продали недвижимость представителям 13 разных национальностей. То есть, это и мы, это как бы один такой сегмент. То есть, конечно, очень много покупают постсоветское пространство. Очень много. Очень много покупают и европейские страны. То есть, это и традиционная Англия, и скандинавские страны. Повышается сильно интерес из немецкоязычных стран. Это Австрия, Германия, Израиль сильно на подъёме и Ближний Восток. Покупка и, ну, если говорить о статистике, то вот общая статистика по Кипру. Таблица есть, но если нужно, мы потом тоже её отдельно покажем. Киприоты в прошлом году, сами киприоты, купили в 23-м больше, чем в 22-м, почему существенно. Ещё более существенно выросла доля покупателей из так называемых третьих стран, то есть, условно говоря, не из Евросоюза. А вот доля европейцев, по-моему, несколько снизилась и в процентном отношении, и даже в абсолютных цифрах. Вот та доля и те покупатели, которые приходят не из ЕС, это покупатели под постоянный вид на жительство или не обязательно? Смотри, то есть, конечно, в массе своей люди, которые выбирают Кипр, у них есть несколько интересов. То есть, так как всё-таки кипрская ПМЖ не даёт открытый шенген, всё-таки люди, которые выбирают Кипр, у них какая-то связь с Кипром есть. Конечно, сейчас ещё, так как не так много стран, которые даёт россиянам ПМЖ, у нас есть поток тех, которые не сильно заглядываются на Кипр. Но всё-таки в массе своей это люди, которые хотят купить либо для жизни, либо для дачи, либо для инвестиций. И ПМЖ идёт к этому, так сказать, бонусом. Либо наоборот. Люди покупают под ПМЖ, а инвестиции, дача и переезд идут бонусом. Ну, то есть, условно говоря, вот покупатель из России и покупатель, скажем, из Великобритании тоже не ЕС. Более того, как я понимаю, для англичан-то как раз вот то, что они перестали быть членами Евросоюза, это определённый минус с точки зрения, в том числе и с точки зрения перемещений. Так вот, они на Кипре сейчас, их цели и их особенности покупки, и у россиян то же самое. Это разные вещи или одно и то же? Немножко разные, но сразу же я говорю, что традиционно англичане покупали именно для переезда для пенсии и для как дачный домик с последующей сдачей в аренду. Сейчас к этому добавляется ПМЖ. То есть, у них такое, я бы сказала, распределение. ПМЖ важно, но не самый решающий момент. То есть, при прочих равных они, возможно, будут ориентироваться больше на стоимость. У россиян при прочих равных они всё-таки будут ориентироваться, чтобы была и стоимость хорошая, и ПМЖ получить. Ну, я могу сказать, опять же, по опыту ПРИАН, вернее, той части ПРИАН, которая работает исключительно с русскоязычными покупателями, всё равно кипрский ПМЖ – это такая особая фишка. Ну, во-первых, как Анастасия справедливо заметила, не так много стран, которые в принципе, а уж в Европе их вообще можно пересчитать по пальцам одной руки, которые, в принципе, дают какой-то статус резидентский через инвестиции. На Кипре это по-прежнему возможно. Практически год назад, в апреле прошлого года, мы с Анастасией общались точно так же в онлайн-формате, и тогда было как раз напряжение, связанное с закрытием счетов банков. Плюс тогда же началась история с изменениями правил выдачи ПМЖ. Несколько слов и формально, и фактически об этом. Ну, формально покажет презентация, я сейчас просто открою определенный слайд. А фактически, вот хорошо, прошел год, изменились правила. Как они изменились, мы увидим, на что они реально повлияли. Да, давай действительно выведем презентацию, чтобы мы посмотрели немножко более формально. Итак, давайте сначала я в двух словах скажу, потому что, возможно, у нас есть люди, которые не так детально знакомы с программой ПМЖ. То есть, действительно, Кипр одна из немногих европейских стран, которая продолжает выдавать постоянный вид на жительство для российских граждан. Очень важно заметить, что это действительно постоянный вид на жительство. Это не временный вид на жительство, это постоянный вид на жительство через инвестиции. Объем инвестиций составляет 300 тысяч плюс НДС, если он применим. И необходимо, вот у нас на слайде показано 4 типа инвестиций, которые можно использовать. То есть, это либо жилая недвижимость, либо нежилая недвижимость, либо компании, зарегистрированные на Кипре, либо паи инвестиционных фондов. Я сразу же говорю, что практически большинство людей покупают жилую недвижимость, потому что по всем другим параметрам необходимо вам будет еще арендовать недвижимость и показать, что у вас есть место на проживание на Кипре. Поэтому все-таки в массе свои люди покупают именно за жилую недвижимость, один или два объекта, и потом уже решают либо для себя, либо под сдачу, либо какие разные варианты. В прошлом году действительно изменились правила. То, что написано в двух словах, самое важное, что, во-первых, программа осталась, изменилось то, что по новым условиям программы нельзя подавать родителей заявителя и супруги заявителя, можно подаваться только муж, жена и дети, дети до 25 лет, если они студенты. Еще что изменилось, изменились требования по первичному подтверждению дохода. Сумма выросла, это предыдущий слайд. Сумма выросла, то есть сейчас необходимо показать для основного инвестора 50 тысяч, для супруга-супруги взрослых детей плюс 15 тысяч на человека и 10 тысяч для несовершеннолетнего ребенка. Это нужно показать всего лишь один раз. То есть один раз, когда вы подаете, изменилось вот то, что больше всего повлияло, я бы сказала, на практических терминах, это то, что сейчас в обязательном порядке деньги должны приходить с личного счета из-за границы. Нельзя со счета родителей или родственников, то есть обязательно должен быть личный счет заявителя за границей. Это может быть компания заявителя, но опять-таки должно быть все прямо вот очень чисто. И изменилось то, что нужно подтверждать наличие недвижимости каждый год. То есть вот это в двух словах более детально вы можете посмотреть на презентации. Почему? Чтобы я просто понимал, почему это такое, ты говоришь, это самое важное или самое такое специфическое? То есть люди платили условно не за свои или за свои, но это как... Ну ты знаешь, у нас было очень много случаев, например, когда родители платили за детей. Или какие-то еще там дарения. То есть сейчас вот эта цепочка с личного счета из-за границы, это было, пожалуй, больше всего случаев, когда у нас что-то шло не так. Еще один важный момент, который я не упомянула, и который тоже важен, и который тоже изменился. То есть если раньше не было корреля соответствия между количеством заявителей и размером недвижимости. То есть условно можно было купить односпальную квартиру и подаваться шесть человек. И так делали? И так делали очень много. Ну опять, не очень много при увеличении, но так делали. Случаи были. Сейчас необходимо, чтобы было разумное соответствие между количеством заявителей и размером недвижимости. У нас был конкретный случай, когда семья купила односпальную квартиру, и им просто попросили предоставить, можно было даже предоставить договор аренды, что еще есть недвижимость, которую они арендуют. То есть вот эти изменения произошли. Правильно ли я понимаю, ведь, ну собственно, есть две истории. Первая история – это получение, покупка недвижимости, а затем получение ПМЖ. То есть насколько верну утверждение, что купить с санкционной точки зрения сейчас сложнее, чем получить ПМЖ? Нет, это некорректное утверждение. Я с этим не соглашусь с утверждением. То есть здесь, наверное, если ты имеешь в виду, что сложности перевода и оплаты – это имеется в виду? Ну, для того, чтобы получить ПМЖ, сначала ты должен недвижимость приобрести. Да. И основные трудности у тебя встречаются именно на этом изначальном пути. А уже потом, когда ты недвижимость купил, это означает, что ты уже прошел значительное число проверок, и вот все, что тебе предстоит дальше, ну это уже проще. Совершенно верно. С этой точки зрения, да, я соглашусь. То есть здесь, наверное, это не то, что купить недвижимость сложно. Ну, помните, было выражение такой трудности перевода? Ну, это относилось к трудностям перевода с языка на язык. Сейчас у нас трудности перевода из одной стороны в другую. Да, действительно, если у тебя уже есть все документы, и они правильно оформлены, и никаких вопросов нет, шансы, что вы получите вид на жительство, очень высокие, потому что это уже просто процедурные вопросы. А при покупке недвижимости у нас действительно есть такой большой слон в комнате – это перевод денег. Особенно слон вырастает, если деньги переводятся из России. Вот поступил на первый вопрос, мы обязательно на него ответим. Я просто хочу обратить внимание, что вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, постараемся ответить на все эти вопросы, и, Надежда, вам тоже в подлежащее время сама ответим. Вот просто этот момент, здесь, понятное дело, каждый случай индивидуален, и это моя фраза не больше, чем штаб, но все равно вопрос есть. Вот процедура, которая происходит, процедура, которая в 2022 году по понятным причинам была более простой. Сейчас резко усложнилась, но она все равно возможна. Но, тем не менее, есть некие проверки, есть некие изначальные данные. То есть, понятно, если человек находится в санкционных списках, ему даже и пробовать не стоит. А если человек, вот вроде как, ну, непосредственно под санкциями не находится, но у него есть некие там элементы в биографии, или он что-то не может подтвердить, что вызывает определенные проблемы. Вот давай об этом, потому что это, пожалуй, ну, то, что все всегда спрашивают. Понятно, опять же говорю, каждый случай индивидуален, но какие-то общие моменты мы проговорить сможем. Ну, я просто попрошу, давай вот с этого тогда слайда начнем, да, вот про проверки, как подтверждать доход, всю вот эту историю. Пожалуйста. Хорошо. Давайте я сразу же скажу, что для тех, кому этот вопрос очень интересен, вы можете написать прямо в чате, я не знаю, плюс банк или плюс перевод, потому что я делала специальный выпуск очень детально, вот прямо детально-детально проговаривала всем параметрам, «Как проходить KYC на Кипре». В рамках сегодняшнего вебинара мы так детально не сможем сказать, но если вам интересно, то, пожалуйста, отметьте в чате, и мы пришлем вам линк. И просто давайте электронную почту, а вдруг кто-то в чате не захочет, давайте еще раз просто электронную почту и контакт компании опубликуйте, чтобы мы могли просто туда напрямую написать. Вы можете даже в мой инстаграм Анастасия Яни Инглиш отправить запросы, я вам все пришлю, вообще не вопрос. Это первая часть. Вторая часть. То есть у нас есть две части этой процедуры. И первая часть на самом деле может быть даже чуть более сложная, или может быть просто мы уже так привыкли к нашей местной части. Это то, как деньги выходят из России, потому что опять-таки та часть, которая связана с Кипром, она была всегда, она усложнилась, но банки не запрещают принимать деньги из России. Вопрос в том, что многие банки России не разрешают эти деньги выпускать. То есть это первая часть, по которой, ну как, она не относится к тому, что я говорю. Хотя мы знаем, что Райфазин продолжает выпускать, по крайней мере, на сегодняшний момент. У нас остаются все еще истории с дружественными странами, когда идут через Армению, Казахстан, Киргизия, Сербия, Дубай и так далее. Это тоже часть остается. И переходим к тому, что необходимо для кипрской стороны. Вот если мы откроем опять этот слайд, то есть, чтобы вы тоже понимали, да, что у нас каждый банк детально проверяет, вот проводит эту процедуру, знай своего клиента, то, что называется KYC. То есть для того, чтобы вы прошли эту процедуру, необходимо, чтобы вы предоставили документы, которые подтверждают источник происхождения ваших средств, которые идут на оплату этой недвижимости. И, конечно, сейчас это чуть более сложная ситуация, и она меняется постоянно. Причем от банка к банку это тоже меняется. То есть, например, есть такой источник происхождения средств, это продажа недвижимости. То есть всегда было, вот я продал недвижимость, и на эти деньги я хочу купить недвижимость. Сейчас у нас никогда не возникает вопросов, если недвижимость была продана до начала войны, если она была после, то некоторые банки не принимают эту недвижимость. И в этих случаях мы даже не показываем, мы обсуждаем с нашими потенциальными клиентами, какие варианты мы еще можем показать. То есть, конечно, все зависит от вашей деятельности. То есть, если у вас свой бизнес, то это один список документов. Если у вас зарплата и все чистые справки НДФЛ, это второй список. Если у вас, опять-таки, продажа недвижимости, это третий список. И все эти документы проверяются на степени риска для банка. То есть, например, сейчас опубликован список тех индустрий, от которых мы можно принимать деньги. Например, я бы не слышал образование. Вот, например, если ты занимаешься обучением, то тут вроде как более-менее хорошие результаты. Абсолютно. То есть здесь, опять-таки, это список составлен с тем, насколько вы можете учить, ваш бизнес помогает ведению военной операции или нет. То есть там тоже присутствует логика. То есть здесь самое важное – это момент подготовки. То есть, например, что мы сделали как компания, у нас сейчас есть специалист в рамках нашей компании, который помогает всем нашим клиентам готовить этот пакет документов. И по большому счету, если вы подготовили, и если у вас есть подтверждение дохода, то все проходит плавно. Конечно, если этого нет, но тогда в некоторых случаях у нас были даже такие ситуации, когда мы говорили, что, ну, к сожалению, мы не сможем сделать эту оплату. Но здесь один важный момент, можно я сказать? То есть смотрите, только для получения ПМЖ, необходимо, чтобы деньги пришли на Кипр. Если вы покупаете недвижимость для жизни, то у вас или для инвестиций у вас могут быть другие варианты. Например, у нас уже проходило несколько сделок в криптовалюте. У нас проходили сделки с оплатой в России. То есть все эти моменты, они очень индивидуальны, но они все рабочие моменты. Здесь самое важное, чтобы просто вы были готовы, и вы провели работу с экспертом уже на Кипре, чтобы не оказаться в той ситуации, упс, я отправил деньги, заплатил комиссию, а мне их не приняли. Такое тоже может быть, но шансы, если вы проработаете, гораздо меньше. По поводу взаимоотношений вашей компании с банками. Общение с кипрскими банками, оно, ну, в известном смысле на вашей стороне, потому что, ну, как бы вы там находитесь, вы их знаете, вы с ними работаете. Если речь идет об общении с банками, например, российскими, или сербскими, или казахскими, как происходит по практике оно? И по большому счету это вопрос клиента, как он с ними общается, или это вопрос ваший? В какой степени это так? Все в большей степени это вопрос клиента, но мы, конечно же, общаемся, исходя из тех кейсов, из тех случаев, которые у нас были. То есть, например, до недавнего момента у нас была прямо полная памятка, как проводить деньги из Райфази, что нужно, какая цель этой операции, что нужно писать, что не нужно, какой договор нужно показывать. То есть мы, конечно, помогаем, но общение с банком мы не можем вести. То есть там, конечно, общение ведет клиент, и мы только помогаем. А в чем заключается ваше общение с кипрскими банками? С кипрскими банками мы готовим, мы готовим файл клиента, мы отправляем этот файл клиента, и банки информируют нас, что еще нужно предоставить, какие вопросы возникают и так далее. В какой степени успех транзакции зависит от поведения или от силы застройщика? Под силой застройщика я подразумеваю взаимодействие внутреннее застройщика и банка. Конкретно. Это очень хороший вопрос и, конечно же, имеет значение. То есть, конечно же, если мы общаемся с компанией, мы это тоже всегда учитываем, когда мы работаем с нашими клиентами, уже понимая специфику их кейса. То есть, конечно, есть компании, у кого прекрасная репутация в банках, кто работает с банками уже много лет, работа с кем для банка является низким риском. Конечно же, есть компании, есть застройщики, с которыми проходить эту процедуру гораздо легче. Но с застройщиком и с его банком. Ну, как бы с банком, где, куда... Я правильно понимаю, что тут у каждого застройщика есть тот банк, в котором он принимает деньги? Это же так. Да, совершенно верно. Опять-таки, в новых реалиях у хороших застройщиков есть счета в нескольких банках, и в зависимости от того, какой у нас пакет документов для клиента, мы с застройщиком решаем, какой банк будет более лояльным, и в каком банке шансы прохождения KYC будут выше. Еще один вопрос, он тоже пришел еще до вебинара, и потом мы ответим на несколько вопросов наших читателей, наших зрителей. Обращайтесь, пожалуйста. Значит, есть две финансовые процедуры. Первая процедура – это когда ты должен оплатить, ну, собственно, недвижимость. И вторая история, она уже чуть позже, как если ты хочешь подаваться на ПМЖ, ты должен еще подтвердить, что у тебя есть, ну, там, в случае с основным заявителем, 50 тысяч евро, в случае с его супругой 15 и так далее. Принципиально это одно и то же, это одни и те же документы, в одном случае и во втором. В массе своей это одни и те же. Единственное различие, что при подаче на ПМЖ нужно показать годовой доход. Один раз. Угу. Окей. А при… когда… Но пакет документов будет примерно такой же. Просто нам нужно быть уверенным, что сумма за год составляет ту необходимую, прописанную в законе. Давайте несколько вопросов. Они к разным темам относятся, но они есть. Спасибо вам огромное, что спрашиваете. Значит, работаем и общаемся не зря. Интересный вопрос. Есть ли практика занижения стоимости недвижимости у застройщиков? Как часто это встречается? Вы имеете в виду, что если цена одна, а в договоре указана цена другая? Ну, например, это… Надежда, есть ли какие-то уточнения, если мы не совсем ответим на ваш вопрос? Ну, просто детали тоже еще уточните, но давайте вот в эту сторону поначалу посмотрим. Вы знаете, смотрите, конечно, и на практике, частной практике я не встречала. Есть какие-то некоторые варианты, но вы знаете, здесь это очень сильно палка о двух концах. И мы очень часто встречаемся с клиентами, которые хотят продать недвижимость. В прошлом, особенно в дальнем прошлом, это была прямо очень популярная схема, давайте-ка мы в договоре укажем меньше, чтобы вам меньше налогов платить, но никто не говорил о том, что когда наступит момент продажи, и если у вас будет прибыль, то вы будете платить налог, который налог на прибыль при продаже недвижимости на Кипре 20%. И в этом случае вы будете платить не с той разницы, которую вы реально оплатили, а с той, которая по документам. И у нас были случаи, когда налог был просто огромный, и человек был просто в шоке от этого. Поэтому если вот все просмотрели и так далее, и взвешенные решения, может быть, какие-то неминимальные движения могут быть, но практики частой не случаются. Как раз тоже пришли еще несколько вопросов по налогам. Как-то это прошло на фоне всех изменений в прошлом году, связанных с постоянным видом нажительства. На это меньше обратили внимание, но тем не менее, все-таки вот эта история с 19,5% и с теми изменениями, которые власти Кипра внесли, если мне память не изменяет, в июле 2023 года, насколько я понимаю, постаравшись отложить их на гораздо более долгий срок. Но в двух словах, и для тех, кто совсем не в курсе, и для тех, кто в курсе по поводу налогообложения на Кипре по ситуации на март 2024. Опять-таки, дорогие слушатели, если хотите более детально, напишите мне в Instagram, потому что по НДС я тоже делала детальный вебинар, потому что это действительно сложная тема. Но в двух словах, на Кипре на новую недвижимость есть НДС. НДС составляет 19%. Но если вы покупаете для себя, для своего личного пользования, и это первая недвижимость, на которую вы хотите использовать льготу, то тогда вы можете оплатить 5%, а не 19%. То есть вот у вас экономия 14%. И что изменилось в июне прошлого года, это то, что изменили параметры получения этой льготы. То есть если раньше, ну, как бы не единственные условия были, что это должна быть первая недвижимость, и вы не имеете права сдавать ее в аренду. Эти условия остались, но сейчас появились ограничения по площади недвижимости и по стоимости недвижимости. Подпадающие под льготную... Попадающие под льготную... Под эту льготу. Но как Филипп правильно сказал, что, конечно же, так как мы кипрские люди люди вообще очень творческие, скажем так. Назовем так. Назовем так. Закон был прописан таким образом, что был временной период до конца октября. И если какие-то проекты, будущие проекты, подали заявку на планирование до конца октября, то они уже попадают под старые правила. То есть сейчас, я так считаю, что еще в ближайшие 1-2 года мы будем продавать недвижимость по старым правилам. Ну, в нашем случае 2 года это целая вечность, поэтому я думаю, что мы еще до этого не раз встретимся и не раз обсудим ситуацию. Вот это важный момент, тоже его может быть чуть пошире подать. Для получения ПМЖ подходит только готовая недвижимость или можно в стройке. То есть на каком этапе должна быть недвижимость и в продолжении этого вопроса по титулу. Там был еще вопрос, все-таки получение ПМЖ и титул. Вот один момент и второй. Елен, отличный вопрос. Для получения ПМЖ недвижимость может быть хоть в стройке, хоть готовая, хоть еще даже на мае, еще стройка даже не началась. Основное требование это то, что эта недвижимость должна быть первая продажа, то есть она должна быть от застройщика. Вторичная недвижимость не подходит. И так как на Кипре застройщики начинают продавать даже до того, как они начали строительство, вы можете уже купить на любом этапе. Но подавать заявление на ПМЖ вы можете только после того, как вы оплатили 300 тысяч плюс НДС. Опять, простыми словами, давай скажем. То есть, к примеру, вы покупаете недвижимость, которая стоит 350 тысяч плюс НДС. Если она готовая, то вам нужно сразу же оплатить 350 плюс НДС. Если она строится или начинается строительство, но вы хотите подать заявку на ПМЖ как можно быстрее, вы оплачиваете 300 тысяч плюс НДС сразу же, а 50 тысяч плюс НДС уже в конце строительства. Потому что, когда вы покупаете в стройке, у вас есть рассрочка при оплате. Вопрос вот про титул, который был. Получение титула, когда, если я правильно, там еще такой, про процедуру выдачи титула, если квартира сдается в новостройке. Если выдается позже, то когда и какое это имеет значение в дальнейшем? Окей. Тоже, Ален, хороший вопрос. Потому что, если квартира сдается в новостройке, то у вас пока титула не будет. Потому что, на сегодняшний день, у нас есть временной зазор между тем, пока недвижимость заканчивается, и когда выдается титул. В различии, в зависимости от городов, этот срок может составлять и 2, и 3 года, а раньше это было еще дольше. Совершенно недавно правительство выступило заявлением, что будет сделано все возможное для того, чтобы не было задержек с выдачей титула, и чтобы это время сократилось. Пока еще непонятно, какой будет период выдачи, но, как бы, по крайней мере, намерения у правительства есть. То есть, это первый момент. Второй момент. Процедура выдачи титула в двух словах состоит в том, что после того, когда проект запускается, у него есть определенное разрешение. Это разрешение на планирование, разрешение на строительство. Когда проект закончен, государственные органы проверяют, в соответствии с планами был выполнен, выполнены ли все нормы, и после всех этих проверок делают индивидуальные титулы. То есть, вот такая процедура. На Кипре также есть защита интересов покупателей. То есть, если вы покупаете новостройку, у нее титула нет. Но как вы защищены? Вы защищены тем, что ваш договор купли-продажи регистрируется в земельном кадастре. И уже там вы являетесь бенефициарным владельцем этой недвижимости. Без вас никто не может ни купить, ни продать, ни заложить эту недвижимость. Все. Уже ничего с этим сделать невозможно. То есть, вот это первая часть. Если он выдается позже, то какое в дальнейшем это имеет значение? Вы знаете, на сегодняшний момент, если нет больших задержек, то никакого значения нет. Вы можете продать свою недвижимость даже до того, как выдан титул. Окей. Тут целый такой пост огромный написал один наш зритель. Алекс, спасибо вам большое. Тут, по сути, можно разбить его комментарий на несколько. Первый, он весьма хвалебно отзывается о Кипре, но все, кто сейчас на вебинаре, вы, собственно, весь пост можете прочесть, но я просто кратенько. Но у него есть ощущение, что остров становится интересен айтишникам, как релакантам, причем уже только для крупных компаний и немного для топ-менеджеров. Причина недвижимость, а именно новостройки, они очень-очень сильно переоценены и в качестве сравнения Сербия и Испания. Вопрос, зачем мучаться. Ну, мучиться точно не надо. Твой взгляд на переоцененность и вот в этом у меня тоже в продолжении этого. Предположим, ты купил недвижимость под программу ПМЖ и ПМЖ получил и потратил на это, условно говоря, 350 тысяч и сразу вышел с этой недвижимостью на рынок, которая та же самая, но под ПМЖ уже не подходит. Какова вероятность, что она будет стоить те же 350 или больше или она будет стоить 320 или она будет стоить 180. Сколько она будет стоить? Понятно, что вопрос есть. Я люблю отвечать на вопросы частями, да, чтобы не пить кучу, потому что особенно здесь вопрос очень интересный и первое, согласно, я тоже обожаю Кип и действительно это потрясающее место. Обожаю, не вопрос, это прям... Да, 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 то есть я тоже прямо вот обожаю этот остров и действительно считаю, что потрясающее место если все совпало. По поводу того, что Ки остров становится интересен как релакантом, полностью согласна. И здесь давайте я сразу же сделаю немножечко ответвление, да, потому что если вы IT-специалист, то для вас Кипр может быть очень интересный, потому что все IT-компании бьются за своих сотрудников и у IT-компаний есть другой путь, они дают рабочие визы, то есть если вы IT-сотрудник, то у вас может быть совершенно другой путь развития событий переезда на Кипр. То есть первое, вы устраиваетесь на работу в крупной IT-компании, которые, во-первых, дают визы, рабочие, платят достаточно хорошо, у вас открывается возможность к получению гражданства через 3 или 4 года, и тогда у вас вообще весь мир открывается, у вас появляется возможность получить кредит для покупки недвижимости, потому что ПМЖ через инвестиции вам уже не нужен, вы уже идете совсем по другой схеме, и у вас тогда вы можете выбрать недвижимость, скажем так, не в центральном районе Лимассола, где у нас идет высокая стоимость, а чуть-чуть подальше, где вы можете купить прекрасную квартиру за другие деньги, то есть, вы знаете, на Кипре очень интересная разброс цен большой, то есть, да, недвижимость растет в цене, но разброс цен большой, то есть, за односпальную квартиру вы можете купить от 150 тысяч 160 в Ларнаке до, даже если мы смотрим в какой-нибудь премиальной башне, до 800 тысяч, то есть, разброс цен огромный, то есть, видите, вот у вас есть такой вопрос, по поводу переоцененной, то, что я уже сказала, разница цен большая, зависит от региона, а по полностью того, переоцененной или нет, мне просто интересно, может быть, Филипп, ты мне подскажешь, какой возврат арендной, арендная доходность в Сербии и Испании, потому что это прекрасный показатель переоцененности или недооцененности рынка. Ну, если мы говорим о Сербии, последние два года Сербию оценивать совсем некорректно, потому что был очень резкий всплеск спроса, и украинцы туда поехали, и россияне туда поехали, и Сербия это, в первую очередь, Белград, и там рост арендных ставок составлял чуть ли не 30-40% в моменте. Это понятно, это 22-й год, собственно, в Турции, в Казахстане, в Армении, в Грузии он был такой же. И еще такой же момент, ты недвижимость когда купил? Ты недвижимость купил в конце 21-го или в середине 22-го? То есть, если ты купил в конце 21-го, вообще, с моей точки зрения, идеальный вариант, когда человек купил недвижимость где-то в 20-м, в такой стране, где тебе не нужно сильно на налогах потом терять, два с половиной года ее поздавал, и потом очень удачно где-нибудь, скажем, в 23-м году, где-нибудь в середине ее скинул, да? Вот, вот, тогда я думаю, что в процентах, да еще в свободно конвертируемых валютах ты мог получить ого-го сколько. Но, я видел цифры по Кипру, например, вот РИКС и КПМГ их классически приводят, они называют цифру 3-4-5-6 процентов, я имею в виду Сейчас последние цифры были 5-7 процентов, это очень хороший показатель, и это не показывает переоцененность. Но это что? Это берется, сколько она сейчас стоит, вот в моменте, если я сейчас ее купил, сколько она стоит, и я просто беру и эту цифру делю на средний арендный доход, так? Да, то есть, ты высчитываешь именно годовой арендный доход, какой процент от стоимости покупки. Ну, других вариантов нет, я понимаю, считать можно только так, но, вот опять же, с моей точки зрения, это не относится к Кипру, это относится к любым странам, так считать, ну, вообще, не очень правильно. Ребята, крайне мало, кто покупает сейчас, получает аренду сейчас, и эта история будет длиться точно с такими же цифрами еще там 10 лет, такого просто не бывает. Как правило, люди или купили 3-4 года назад, или 5-7-10, или сдавать еще будут 10 лет вперед, так что, ну, как? Ну, да, ну, то есть, смотрите, возвращаясь к вопросу, смотри, на Кипре есть разные районы, и в одном и том же городе можно найти недвижимость по совершенно разным ценам. Разница цен, Пакос, Лимассол, Ларнака, Некосия, то есть, в зависимости от бюджета можно найти очень и очень хорошие варианты. Справка о несудимости обязательно, конечно, работать нельзя, если вы сейчас сможете устроиться на работу, а сейчас много международных компаний, и гражданство, если вы работаете, то через 3-4. Через 3-4 даже? Я просто слышал, где-то называют и 8, называют очень разные сроки. Нет, это если через, если вы являетесь сотрудником. А если через IT, тогда, ну да, вот новый закон, который ввели в прошлом году, посмотрим, что будет через 3 года, когда первые, кто идут по этому закону, реально все получат, ну, пока история такая. Но я могу сказать, что у нас много, в нашей компании тоже есть иностранные сотрудники, и все начали учить греческий. С тем, чтобы получать. Совершенно верно. Поэтому будет интересно. Какие-то курсы, что, как это? Да, конечно. Ну, просто, или институт какой, куда пошли. Есть очень много источников, и, кстати, судя по рекламе в соцсетях, очень, очень популярная услуга. Угу. Но, давайте, все-таки, еще немножечко пошибуршим по этой тематике. Вопрос такой. Вот, можно ли сказать тогда так, что недвижимость, купленная под ПМЖ по классической инвестиционной программе, то есть, недвижимость за 300 тысяч плюс, да, ну, еще и НДС, с инвестиционной точки зрения, особенно, если мы говорим про перепродажу, с большой вероятностью будет намного менее интересная, чем недвижимость, скажем, за 200-250, когда ты покупаешь объект не под ПМЖ. То есть, там у тебя возможностей больше. Вот, то, что я спросил, купил за 310, потом все, не хочу в эти игры больше играть, продаю. Здесь я бы не делала никакой привязки к ПМЖ, потому что все будет зависеть от параметров недвижимости. То есть, все-таки, все, что касается перепродажей, всегда идет ликвидность недвижимости, расположение недвижимости и характеристики недвижимости. Но, конечно, важно заметить, что, когда мы идем во вторичный рынок, весь поток интересантов, кому нужен ПМЖ, как бы он отсекается. То есть, получается, что людей, которые заинтересованы в этой недвижимости, конечно, будет меньше. Ну, то есть, условно говоря, спрос на новостройки это один спрос, спрос на вторичку он иной. Совершенно верно. Но вы знаете, например, у нас сейчас очень идет большая тенденция и интересная тенденция, когда люди приобретают какой-то объект для получения ПМЖ и параллельно с этим рассматривают инвестиционные объекты. Потому что, опять-таки, 5-7% на аренде это очень неплохой доход, когда финансовые рынки у нас... Это не доход, но для Европы это вообще... Я не видел, я вот видел статистику говорящую там о пяти, о семи я ее не видел, но в конце концов в статистике Кипр слава богу статистикой снабжает успешно. Да, да. Вопрос конкретный по Лимассолу. Видишь ли ты перспективу покупать недвижимость именно в Лимассоле, чтобы перепродать и заработать на вложенные? И если не Лимассол, тогда что? Слушайте, у меня прямо сегодня получается какая-то реклама наших вебинаров. Ну, а давайте, я просто сейчас не знаю, нас можно поставить, чтобы потом люди посмотреть могли. Ну, мои коллеги сейчас вот, кто ведет наш вебинар, я думаю, они как-то, может быть, свяжутся и ссылочки дадут на ваши вебинары. То есть я же... Филипп знает меня, я люблю придумать. И сейчас я делаю серию новых вебинаров, которые будут... Вебинары продвинутого уровня как раз по поводу... Как раз по поводу инвестиций в недвижимость. И в марте, в конце марта, сейчас даже посмотрю, какого числа, будет вебинар на русском языке, именно посвященный инвестициям в новую недвижимость на раннем этапе. То есть, опять, там будет детально, а сейчас, Елена, я все-таки отвечу коротко. Да, такие варианты есть, но нужно очень аккуратно выбирать, необходимо четко понимать, в каком месте вы покупаете, какая перспектива этого места с точки зрения конечного пользователя, либо для покупки, либо для аренды, и какие ожидания. То есть, смотрите, на Кипре 100% сложно заработать, но хорошие порядка 20-30 при правильном вхождении и при правильном выходе за несколько лет возможно. Несколько лет, ну, понятно, что это 2, 3, 5, 7, 10, несколько лет. Например, сейчас мы работали по одному проекту, и вот просто пример, и это конкретный пример из жизни. Мы начали работать по проекту, те люди, которые купили в первую неделю, когда проект еще официально не вышел в продажу, но у нас уже были эти данные, те, кто зарезервировал в первую неделю, уже выиграл 10%, потому что проект уже поднялся на 10% за 2 недели. Застройщик разрешает продажу после оплаты первых 30%, то есть вот. Но мы должны понимать, что, конечно, риск здесь присутствует, что может все пойти не так, но тогда мы вернемся к аренде. Если мы говорим о инвестициях, ну, все равно понимаешь, что люди очень часто говорят о зарубежной недвижимости, особенно европейской, они говорят, ну, что такое 7%? Ну, ребят, мировая тенденция такая, что 7% это хорошо, 5% это нормально, да, а если 10+, да вы еще их получили, ну, это фантастика. Это в российских банках сейчас 16% в рублях, но так, во-первых, будет не всегда, а во-вторых, такие нынче времена, да. Абсолютно. Абсолютно. И, вы знаете, я всегда очень-очень консервативно подхожу, потому что, опять же, рынок недвижимости, мы понимаем, что недвижимость будет пользоваться спросом всегда, но колебания на рынке недвижимости, опять-таки, это естественное и натуральное явление, и если вы это понимаете, то у вас не будет сюрпризов, а будет только хорошая стратегия входа и выхода. Тогда еще про инвестиции. Все-таки, ну, Кипр, это курортное место, и понятно, что инвестиционный интерес, он часто завязан, и инвестиционный успех, он часто зависит от курортной составляющей. Вот, если речь идет о перспективах, которые есть сейчас, то инвестировать надо все-таки максимально курортный объект с претензией на получение дохода краткосрочного, краткосрочной аренды, или вполне может быть, с учетом довольно большого спроса и появления новых клиентов, которые приезжают на Кипр на долгую, можно посмотреть уже немножко в другую сторону, и не привязываться к первой и второй линии, которая по определению будет стоить дороже. Вот ты сейчас ответил прямо вот на этот вопрос. По определению, первая и вторая линия всегда будет дороже. И при прочих... Доходней. Я все-таки такой меркантильный. Доходней не всегда. То есть, правильно я понимаю, что ты сейчас рекомендуешь обратить внимание на что-то подальше? Я рекомендую... Смотрите, опять. Нет, не всегда. То есть, я рекомендую... Мы всегда подходим как-то холистик, то есть, такой цельный подход. То есть, мы всегда смотрим, какой горизонт инвестиций у нашего инвестора, какие ожидания, какая есть терпимость к риску, какие... Ну, то есть, и на основе этих факторов мы смотрим. Есть какие-то вообще вот консервативные, консервативные варианты, когда мы понимаем, что даже, например, вот предположим, не дай бог, у нас еще новая пандемия, и все, никого иностранцев нет. Мы смотрим на то, что будет популярно и для киприотов, и для иностранцев. Иногда это совпадает. То есть, здесь подходов очень много, но все-таки по возвратности на Кипре, если мы смотрим такой хороший, качественный бизнес, класс, но он неубиваемый, скажем так. Нехорошую фразу я сказала, но вы поняли, что я хотела сказать. Да, сутью, сутью, слава, понятно. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, по оплате криптовалюты и как это сейчас происходит? Есть какие-то льготы по оплате криптовалюты? Вообще, насколько это все легализовано на Кипре? Смотрите, это происходит только, если у нас есть продавец, который согласен принять оплату в криптовалюте, и покупатель, который готов оплатить. То есть здесь нет такого, что все банки принимают, нет. Это все-таки именно покупатель и продавец готовы. Льгот при этом никаких нет. Я бы сказала, что наоборот, иногда бывает, что при таких операциях скидки чуть ниже, потому что возникают дополнительные расходы, потому что все-таки в любом случае потом эти, эта крипта переходит в крипто, в фиат-карнси. И застройщику или продавцу все равно нужно показать в своей налоговой декларации живыми деньгами. Но сейчас становится все больше и больше правы. Ой, более часто. Окей. Давайте уже в завершении посмотрим какие-то объекты, которые Анастасия и ее команда подготовили к этому вебинару. Как я понимаю, абы что предлагать не будете. Соответственно, это тем или иным ценам эта история удовлетворяет. Целем, давайте сейчас посмотрим, найду их. Мне кажется, вот они. Что купить? Это под ПМЖ. Вот оно. Опять-таки, сразу делаю такой анонс, вернее, дисклейма, что мы готовили то, что подходит под ПМЖ. Потому что мы хотели больше говорить про иммиграционные возможности, и их, опять-таки, их достаточно много. Вот, например, в Ларнаке вы можете купить прекрасную квартиру, две спальни, крытая площадь 85 квадратных, метров, плюс прекрасная веранда, ровненько 300 тысяч. Ой, это я вот перелистнул, просто так, чтобы понять, по два кадра тут, да, про каждую. Да, 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 пафос, прекрасная недвижимость, около университета, 10 минут пешком до моря, прекрасно подходит, вот как раз то, что я говорила, и краткосрочная, и долгосрочная аренда, 350 тысяч, все уже готово, и вон у вас прекрасный вид, подогрев полов, система VRV, очень высокая, высокая спецификация, то есть, вот тоже такой вариант, 350 тысяч, потому что очень близко к морю, и вид на море. Лимассол, несмотря на то, что, конечно, лимассол самый дорогой, но если под ПМЖ, вы можете купить односпальную квартиру в комплексе, очень хорошая, 74 квадратных метра плюс веранда, 316 тысяч плюс НДС. НДС, напоминаю, если вы хотите, будете сдавать 19%, если не будете сдавать, то 5%. Несколько слов, во-первых, хочу спросить, мы традиционно не часто на вебинарах упоминаем Некосию, если мы говорим именно про инвестиционную составляющую, а может быть и не инвестиционную, ну понятно, там моря нет, но вот твой взгляд на те цели, которые можно решить, приобретая недвижимость там, и что это может быть такое? Некосия, это все-таки большее место для, меньше для иностранцев, больше для местных жителей, но он хорошо развивается, город развивается как студенческий центр, то есть там тоже имеет место быть инвестирование в недвижимость, но важно отметить, что там совсем другие стандарты строительства, казалось бы, такой маленький остров, но если на побережье уже подогрев полов становится норма, в Некосии это не делается вообще, но за счет этого, конечно же, и ценник становится, становится ниже. То есть там просто вы покупаете, ну, при прочих, равных, это же не при прочих равных, а в среднем Некосия это объект более скромного уровня с точки зрения качества строительства, не в смысле некачественно, а в смысле, ну, просто проще. Проще, то есть там не делаются, например, большие какие-то клубные проекты с бассейном, с спортзалом, с детскими площадками, то есть все-таки такие проекты, которые пользуются популярностью, они более направлены на прибрежные города, где больше спрос и больше спрос иностранцев, которые готовы заплатить больше за недвижимость. И, дорогие друзья, конечно же, если вам интересна недвижимость, мы с удовольствием, наши эксперты смогут подобрать именно то, что вам нужно. Вы всегда можете зайти на наш сайт, потому что здесь мы действительно выбрали, но вот видите, по одной единичке в каждом городе как можно ближе к нашему порогу 300 тысяч. Окей. Еще несколько вопросов, во-первых, от наших зрителей и еще был вначале вопрос по коммерческой недвижимости. Формально ты же и кому можешь купить под ПМЖ, но просто тебе нужно еще, как Анастасия сказала, решить вопрос с арендой недвижимости. Но правильно ли я понимаю, что коммерческую недвижимость ты можешь купить необязательно новую под эту программу? Совершенно верно. Нет ли тут понятного плюса, просто потому что выбор намного шире, и это может быть, я не знаю, бизнес свой начинать, или это все-таки по... на самом деле выбор не пропускает. На самом деле выбор не шире, потому что все-таки коммерческая недвижимость в массе своей продается проектами, изданиями, либо большими этажами. То есть, например, только сейчас несколько застройщиков выводят на рынки проекты с маленькими офисами. то есть, когда начался глобальный переезд IT-компаний, Форекс-компаний и становление компаний, причем не только из постсоветского пространства, отовсюду, у нас много иностранных компаний IT, и они, конечно же, берут этажами, они берут большие пространства. То есть, найти на 300 тысяч какое-то приличное коммерческое помещение, ну, как бы, эта задачка та еще. Понятно. Хорошо. Несколько вопросов тогда еще. Вопрос, ну, такой общий, как сдавать в аренду, да, тут что можно, что нельзя, и по закону сдавать в аренду могут только киприоты и граждане Евросоюза, но вот этот вечный вопрос, и я абсолютно убежал, что на него не существует вот такого правильного ответа. Это вечный вопрос, и я прекрасно понимаю, Ирина, почему вы задаете, и я сейчас отвечу так, как я отвечаю всегда, да, что это такая большая серая зона, да, потому что, как, вроде бы нельзя, но сдают все, и не только сдают все, сейчас принимают регистрацию на официальном портале, потому что сейчас, если вы сдаете через Airbnb или через Booking, вам необходимо зарегистрировать свою недвижимость на государственном портале, чтобы платить налоги, и на этом портале недвижимость от иностранцев принимают. Еще один вариант, которым все-таки, ну, более, наверное, корректно пользоваться, если вы сдаете через управляющую компанию, тогда тоже, как бы, этот риск снижается, но вот на моей практике 23 года никто никогда не был наказан, и сдают все, то есть, к сожалению, это действительно серая зона, может быть, когда-то это будет белой зоной, но сейчас вот отвечаю честно, как есть. Окей. И тогда вопрос, как контролируется, если купить для себя по заниженному налогу, а потом начать сдавать в аренду, какие последствия, если бы это так, да. Ну, смотрите, здесь это все, это разные этапы, то есть, первое, если вы купили, а, все, я поняла, нет, 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 все, я поняла, это вопрос НДС, не рекомендую, потому что, если вы купили по заниженному налогу, а потом начали сдавать в аренду, опять, конечно же, ну, что будет, во-первых, сейчас проводятся проверки, то есть, НДС это один из немногих отделений налоговой службы, которые достаточно эффективны, и они реально проводят проверки, особенно в дорогих объектах, они стучатся и смотрят, если, например, недвижимость принадлежит, ну, скажем, там, господину Иванову, а явно там находится господин Уэнг, ну, как бы они явно не родственники, и потом, в лучшем случае, вас просто попросят заплатить разницу с штрафными санкциями, в худшем, конечно же, там предписано даже еще более наказание, но никто наказан не был, но есть срок, то есть, у вас полностью прописано в законодательстве, что, первое, эта льгота дается на 10 лет, то есть, если вы после 10 лет использования недвижимости начинаете сдавать, у вас нет никаких последствий, и второе, у вас же может измениться ситуация, то есть, к примеру, вы купили и планировали для себя, а через 2 года решили, что нет, я все-таки, наверное, буду сдавать, вы можете совершенно официально подать заявление в органы НДС, и вам высчитают, и в моей презентации, в моем вебинаре по НДС, там есть даже формулы, как это считать, и вы вернете льготу за 8 лет, а 2 года у вас останется. Окей, ну и тогда, наверное, уже заключительный вопрос, он в каком смысле от меня, но я уверен, что он очень многих интересует, в информационном поле, ну, последние 2 года, да и у, какое последние 2, ну, особенно активно, наверное, последние полтора, все время проходит информация о закрытии счетов, о трудностях с получением ПМЖ, как эта ситуация на конкретных фактах и на конкретных объемах проблемы, масштабах проблемы видится из офиса на Кипре. Это много, немного, у вас клиентов хватает? То есть, конечно же, мы понимаем правила журналистики, которые никто не отменял, да, мы все понимаем, что эти новости, продаются лучше и получают лучший резонанс. И, конечно же, основа у этих новостей есть, потому что, да, действительно, закрываются часть счетов, да, действительно, некоторые ПМЖ не получают, люди некоторые не получают. не получают, но здесь, опять-таки, есть совершенно четкое понимание. Если у людей нет связи с Кипром, то есть, они здесь не живут, у них нет недвижимости, у них нет ПМЖ, и у них лежат какие-то деньги на счете, банку проверка этих людей обходится дороже, чем держать эти деньги. То есть, конечно, сейчас, если нет связи с Кипром, то, скорее всего, вам закроют счет. Это вот первый момент. А по ПМЖ, ну, как всегда, есть какая-то причина. И здесь, например, тоже важный момент. У нас есть кейс, когда человек перевел не со своего счета, а через еще один перевалочный пункт. То, что было раньше разрешено, у застройщика был счет в другой стране. По этой причине ему отказали в получении ПМЖ. Но сейчас он сделал еще другую, так как покупал еще недвижимость, сделал правильный перевод, и мы подаем заявление, это разрешено. То есть, он будет подаваться еще раз, потому что была названа причина, по которой он не получил, которая не соответствует параметрам законодательства. Окей. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Анастасия Яни с Cypress Office International Realty. Как обычно, час пролетел незаметно. Спасибо огромное. Я надеюсь, мы ответили на часть вопросов. Тут есть вопрос, можно ли ссылку на ваш вебинар по НДС, но мы сделали ссылку, если я правильно понимаю, на YouTube-канале, да, есть же все эти вебинары? Нет. Вот на канал YouTube-канал. КВСи закрытые ссылки. Так, тогда предлагаю еще раз контакт Анастасии написать, обратитесь напрямую, и она скинет ссылочку, прямо какая есть. Вот, что знали, примерно сказали, вот, контакты все есть, звоните, спрашивайте. Дорогие друзья, на этом мы, к сожалению, заканчиваем наше общение, но мы его будем продолжать, собственно, так мы и делаем постоянно, регулярно, в разных форматах, и на Приан, и в проектах Анастасии, компании Cypress, Собис Интернешнл Риэлти. Значит, спасибо огромное. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание, надеюсь, вам было полезно и интересно. Продолжаем общаться, и до скорой встречи. Дорогие друзья, спасибо огромное, действительно, час пролетел незаметно. Спасибо за ваши вопросы. Поздравляю всех с началом весны, и, ну, конечно же, всех женщин с наступающим 8 марта. И всех приглашаю на Кипр. Будем очень рады повидаться. Дорогие друзья, поздравить еще отдельно, поздравим, и ссылку на вебинар обращайтесь напрямую, напишите Анастасии, она вам ответит. Спасибо, друзья, до встречи. Хотел сказать, с Новым годом, ну, с новой весной. Спасибо огромное. Все, счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,